Ветрозащита на мотоцикле. Проблемы и их решения. Сегодня разговор об этом. Те, кто ездит на мотоцикле со стеклом, часто жалуются на удары ветра в шлем, в лицо. Вот теперь у меня новый шлем, благодаря вот этому прекрасному человеку Марии. Вибрацию и шум и прочая фигня. Что с этим делать? Как ездить с ветрозащитой, чтобы было комфортно? Сегодня я вам об этом расскажу. Когда мотоцикл движется, он вытесняет с собой воздух. Соответственно, мотоцикл с ветровым стеклом, ой, такой эдакий парус, который вытесняет воздух. И лобовое стекло создает пустоту за собой. Воздух же, который вытесняется стеклом, создает этот самый порыв, бьющий вам в шлем. Заполняет пустоту. Заумно? Ну, блин, вот так. Это прям серьезная проблема, особенно когда эти удары ветра приходятся прям в шлем водителям мотоцикла. Все это не только неприятно, но еще и дико утомляет при езде. А перед тем, как рассказать вам все подробно, решение этой задачи. Напоминаю о том, что я помогу привезти вам мотоцикл. Харли Дэвидсон из Америки получите мотоцикл со всеми документами, обслуженный и готовый к эксплуатации. Когда вы заказываете мотоцикл, во-первых, все деньги за него сразу не нужны. Оплата происходит частями и растянута во времени. Во-вторых, выбор огромен. Мотоцикл честный, с честным пробегом, с отсутствием нашего обслуживания. Телефон мой вот. Отвечаю по нему я. Так же, как в телегу и ватсап можете мне написать. Мы привозим 250-300 Харлеев в год в Россию. Ну и не забываем вступить в сообщество в телеге, в Харлей Орибаде. Вот оно. Ссылка на него в описании к этому ролику. Туда я публикую то, что формат Ютуба никак не влазит. Так же там гора разделов от технических до того, кто куда ездил и какие впечатления получил. Welcome. Итак, о ветрозащите. Когда у вас вообще нет стекла, проблем таких, соответственно, у вас нет. И ехать единственное, что быстро не выйдет. А будет вас сдувать, но ударов ветра куда-либо при этом не будет. Так же стекло очень низкое. От ветра в шлем ударов тоже нет, когда оно низкое. Я езжу со стеклом исключительно в холод от 2 градусов примерно тепла. И никогда не езжу с ним на дальняк. Потому как считаешь, что вы когда едете далеко, чтобы, собственно, ветер был, пространство и в этом во всем едете. Ну, безусловно, есть люди, которые думают по-другому. Им нужна ветрозащита. С чем они сталкиваются и как это решить, эти проблемы, вот мы и поговорим. Каждый человек имеет свой рост, вес, по-разному сидит на мотоцикле и ни одно решение не будет универсальным. Помните это. Из-за чего происходят эти порывы ветра при езде с ветрозащитой? Стекло создаёт воздушную пустоту вот за собой. И в эту пустоту устремляется воздух со всех сторон. Именно эти порывы, заполняющие эту пустоту, и вызывают удары, блин, в шлем. Дискомфорт при езде. Есть железных два подхода решить эту проблему. Первый. Кто-то выбирает высокое лобовое стекло. И кто-то регулировку разных способов ветрозащиты, высоты, формы стекла и так далее. Высокое стекло. Ставить высокое стекло вы будете смотреть на дорогу через стекло. И зависеть от, собственно, частоты этого стекла. Насекомые, грязь, пыль и прочая фигня. И блики солнца. Также удары ветра будут в этом случае сзади шлема. И выглядит высокое стекло на мотоцикле по-дурацки. Это ваш выбор, конечно. Как выглядеть это в этом, конечно, проблем никаких нет. И еще одна проблема с высоким стеклом. Такое стекло вытесняет еще больше воздуха и ветра. И могут быть еще с боков удары вот с этих сторон, соответственно, в этом случае. Ведь эти удары ветра не из-за самого стекла, а из-за пустоты, которую он создает, блин, при езде. Регулировка высоты стекла рекомендует стекло делать как? Следующим образом. Надо сесть на мотоцикл, взять свой нос, от него линейку, приложить ее, соответственно, к траверсе. И вот это, собственно, высота вашего стекла, которая должна быть при комфортной езде. Вдвоем это надо делать, одному у вас никак не получится. Для некоторых подходит стекло до подбородка. И, как бы, они от нос, соответственно, линейку прикладывают себе. Дальше надо взять болгарку и просто, блин, отпилить лишнее. Аккуратно, собственно, разровнять край. Следующая история с воздухом, если вы решите все эти проблемы, это поднимающийся снизу мотоцикла ветер. Опять-таки, чтобы заполнить эту возникающую пустоту, блин, снизу мотоцикла на вилке, например, на Кинге и на турингах стоят такие вот воздухоотбойники. Чтобы определить, есть ли у вас такие порывы ветра, можно при езде приложить руку с разных сторон бензобака и вилки, соответственно. Так-сяк, и посмотреть, уменьшаются ли эти порывы ветра, идущие, собственно, снизу. Нижние дефлекторы создают реальное решение вопроса при уменьшении ударов ветра снизу, с боков мотоцикла, если вы ездите со стеклом. Также отдельно стоит сказать о форме самого стекла. Есть такое вот стекло для руд-глайдов, стрит-глайдов, электро вот есть, да. Оно такое загнутое и решает вопросы ударов ветра в шлем тоже. Продается на Алиэкспресс, ну, в различных цветов еще бывает. И не забываем о том, что продувание вас на мотоцикле актуально в жару. Если никуда не будет дуть, вам будет банально жарко. Если у вас есть какое-то свое решение о ветра проблем, поделитесь им в комментариях к этому ролику. Спасибо вам!